Доброе утро, Якутия! Начинаем новую рабочую неделю. Вместе с вами Вероника Тамтосова и, как всегда, с хорошими новостями. Что у нас сегодня? У нас сегодня полезная зарядка, отличные советы от юриста о банкротстве, расскажем все самое необходимое, что нужно знать. Прекрасные гости, которые расскажут о том, что стоимость образования – это не повод менять направление и мечту жизни ребенка, есть способы кредитования. Об этом и о многом другом важном поговорим. Также, конечно, сделаем предсказания со звездами, что нас ждет в этом неделе, расскажем, почему вы чувствуете себя немножко рассеянными. Это все и еще много всего интересного. Ну а прямо сейчас, конечно, как же начать день без предсказания о том, какая сегодня погода. Итак, в центральных районах сегодня плюс 11, плюс 15. В Заречной группе 10, 16 выше 0. В Южных 10, 14 со знаком «плюс». В Вилюйской группе плюс 7, плюс 10. В Нижнеленских плюс 5, плюс 13. В Западных 10, 14 выше 0. В Колымо-Эндигирской группе лусов сегодня 3, 10 градусов со знаком «плюс». В Янских 5, 9 градусов тепла. На Севере-Западе от 0 до плюс 9. В столице сегодня в 6 часов утра плюс 16 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра тутного столба. Ветер от 3 до 5 метров в секунду. Сегодня днем в Якутске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 24, плюс 26 градусов. Так что лето еще не закончилось, оно продолжается, и все зависит от того, как вы будете улыбаться всем вокруг. Ну, а теперь откроем секрет, почему же вы чувствуете себя такими рассеянными. Итак, 5 августа начался пугающий и удивительный ретроград, который продлится до 20-29 августа. Ретроградное движение Меркурия — это промежуток жизни, когда это небесное тело с точки зрения наблюдателя с Земли начинает двигаться в обратном направлении по своей орбите. Это оптическая иллюзия, вызванная относительным расположением Земли, Солнца и Меркурия. Но в астрологии она считается реальным явлением, которое несет определенные последствия. Меркурий отвечает за различные аспекты нашей жизни — коммуникации, транспорт, технику, логику, мышление, обучение и многое другое. В период с 5 по 29 августа мы можем столкнуться с путаницей, забывчивостью, ошибками в расчетах, неполадками в работе электронных устройств, срывами планов и графиков. Переговоры, подписанные как подписание контрактов, важные поездки и другие ответственные дела лучше перенести на другое время, когда Меркурий будет двигаться в прямом направлении. Несмотря на возможные трудности и неприятности, если правильно распорядиться этим периодом, то он может принести ценные уроки и способствовать личностному росту. Кроме того, каждый год в августе можно наблюдать одно из самых красивых природных явлений — масштабный звездопад Персеиды. Так что это хороший повод собраться с друзьями или семьей, захватить чай в термосе и отправиться на природу, смотреть на звезды и загадывать желания. Чтобы лучше разглядеть звездопад, выбирайте места вдали от города и источников света, которые будут затмевать поток метеоров. Лучшее время для наблюдения звездопада сегодня ночью с 2 до 4 утра. Однако можно начинать уже и с 10 вечера. Ну и повод будет отлично собраться пораньше. Вот такое удивительное явление вы можете наблюдать сегодня у нас в пригороде. То есть выбирайтесь с друзьями, с родными и близкими. Ну и это отличный повод, несмотря на все предсказания о том, что Меркурий движется не в том направлении, получить заряд гармонии, отдыха и, конечно, надежды на исполнение самых заветных желаний. О чем мечтают звезды? Ну вообще, конечно же, звезды точно думают о звездах. В современном мире астрология переживает новый виток популярности. Уже практически каждый знаком со своей натальной картой. Ходят слухи, что Анжелина Джоли пользуется астрологией даже для выбора своих будущих ролей и принятия решений, связанных со здоровьем. Актриса придерживается учений буддистской астрологии, известной также как тибетской астрологии. Она тесно связана с концепциями кармы и полагает, что мы отвечаем за последствия ранее прожитых жизней. Именно карма влияет на то, как мы действуем и в каком направлении двигаемся. И учитывая огромный успех Джоли, а также ее вклад в гуманитарную помощь, актриса действительно не теряла времени даром не только в этом воплощении, но и в предыдущих. Но мы можем только ей позавидовать и, конечно, верить в то, что нравится нам. Но тем не менее, для всех, кто верит в звездные предсказания, напоминаем, что звезды, конечно, нам что-то обещают, но в итоге самые лучшие события зависят только от нас. Ну, предсказаниям тоже лучше прислушиваться, правда, к хорошим. Овен. Для овнов предстоящая неделя будет очень позитивной. Они будут полны энергии огня, которые смогут успешно управлять. Свои стремления лучше записать на бумаге. Список задач поможет больше успеть и в конце недели оценить огромное количество завершенных дел. Телец. Тельцам в этот период предстоит пережить серьезные припадки лени или апатии. Представители этого знака с трудом будут сдвигаться с места. Это связано с тем, что тельцы не могут четко планировать свои действия и не верят в свой успех. Энергии на предстоящей неделе у тельцов практически не будет. Также возможны проблемы в отношениях. Близнецы. Близнецы будут пребывать в позитивном настроении. У вас получится достичь поставленных целей, если вы действительно бросите все силы на их реализацию. На предстоящей неделе близнецы должны быть собранными и работоспособными. Период благоприятен для больших свершений. Рак. Для раков неделя будет спокойной. Иногда, конечно, они будут испытывать чувство подавленности и даже слезливости. Однако ракам стоит отдавать себе отчет в том, что дело в их эмоциональности и в темпераменте, а вовсе не в реальных обстоятельствах. Предстоящая неделя не обещает ракам больших сложностей или бед. Лев. Львы на предстоящей неделе будут максимально активны и энергичны, но уже спокойнее, чем на предыдущей неделе. В этот период представители этого знака зодиака могут доделать начатые дела, закрепить договоренности с окружающими, а также хорошо отдохнуть и приятно провести время. Дева. Девам на предстоящей неделе стоит заняться уборкой. По дому, на рабочем месте и где угодно еще. Активная и полезная деятельность приведет ваши мысли и чувства в порядок. Весы. Для весов эта неделя – хорошее время, чтобы улучшить отношения, построить планы на будущее и разобраться с нерешенными делами. В этот период весы ощутят сильный прилив энергии. Скорпион. Скорпионам предстоит сложная неделя. Представитель этого знака внезапно ощутит неудовлетворенность с отношениями, что приведет к конфликтам и напряженному состоянию. Скорпионам стоит попробовать помедитировать, чтобы успокоить эмоции. Стрелец. Стрельцы на этой неделе поразят окружающих обаянием и активностью. Они с удовольствием будут флиртовать с противоположным полом и почувствуют внезапную тягу к путешествиям. Неделя будет благоприятна для любых начинаний. Козерог. Козероги в период с 12 по 18 августа должны быть максимально собраны и дисциплинированы. В этот период у представителей данного знака может возникнуть состояние подавленности. Однако не стоит ему поддаваться. Лучше с головой погрузиться в дела. Достигнутые результаты на этой неделе принесут козерогам большое удовлетворение. Водолей. Водолей на предстоящей неделе продолжит конфликтовать с окружающими и противопоставлять себя им. Сложности в общении с другими людьми возникают из-за внутренних противоречий. Водолеи не могут разобраться в себе. В том, что им интересно, во что они верят, а во что нет. Неделя станет для водолеев настоящим экзаменом, на котором им предстоит ответить на несколько вопросов о себе и своих убеждениях. Рыбы. Рыбы в этот период перестанут беспокоиться о чем-либо. И, скорее всего, глубоко погрузятся в свой богатый внутренний мир. Такое ныряние в себя может стать для рыб хорошим источником сил и вдохновения. Ну, в целом, неплохие, надо сказать, предсказания. Но я, опять же, повторяю, что верить в них или нет – дело каждого. Но главное – верить в что-то хорошее. Вот веришь в хорошее – начал утро, так все будет замечательно. И вероятность этого увеличивается. Жалко, что по звонку будильника организм наш не просыпается. Это, конечно, сигнал к пробуждению. Но организм не может проснуться сразу. Ведь ночью замедляются все процессы – циркуляция крови, метаболизм, работа мозга. Но не стоит скакивать с кровати и начинать делать упражнения. Нужно размеренно проснуться. Для начала нужно разогреть мышцы, дойдя до ванной комнаты, принять душ или хотя бы умыться. Ну и полезным будет выпить стакан воды. А потом можно приступать и к упражнениям. Вы уже все это сделали? Ну, тогда начинаем зарядку. Доброе утро! У нас сегодня с вами утренняя тренировка. И мы сегодня сделаем акцент на укрепление верхней части кора. А именно будем прорабатывать мышцы брюшного пресса. Для работы нам понадобится с вами отягощение в виде двух бутылочек. Либо вы можете использовать гантели любого веса до 5 килограмм. Итак, начинаем. Первое упражнение мы будем выполнять в вертикальном положении. Уводим руку за голову. Колено слегка смягчаем. Носки разводим в стороны. У нас будет наклон в сторону и вверх. В сторону и вверх. Наша задача как можно глубже уйти в нижнюю точку, прожимая боковые мышцы. Выдох. Выдох. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Через круглую спину мы с вами делаем смену. Поехали. Двенадцать. Одиннадцать. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Глубже. Поехали. Четыре. Три. Два. Один. Закончили. Далее выводим наше отягощение вперед. Локоть слегка мягкий. Подкрутили таз вовнутрь. Округлили плечевой пояс. У нас должно быть положение небольшой группировки. Для этого я покажу, как наш корпус выглядит в профиль. Поехали. Скручивание. Обратите внимание, что работает только корпус. Шея статично. Короткое в амплитуде движение. Выдох. 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 Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Закончили. Хорошо. Вытянулись. И переходим с вами на коврик. Для следующего упражнения отягощение нам не понадобится. Помню, что уходим технически правильно через круглую спинку позвонок за позвонком. Разводим ножки в положение бабочка. Заводим руки за голову, вытягиваем и делаем ручки вот в такой замок. У нас с вами будет подъем вверх и опускаемся вниз. Вверх и опускаемся вниз. Двенадцать подъемов. Поехали. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Закончили. И для завершения комплекса мы будем укреплять полностью весь спор. Выводим ножки на ширину плеч. Руки заводим за голову. У нас с вами будет прямой пранч с усложнением, уводя стопу на пяточки. Поехали. Выдох. Двенадцать. Одиннадцать. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Закончили. Данный комплекс выполняем три круга. В каждом круге по 12 повторов. Либо на каждую сторону, либо в положении одной стороны. Данное упражнение нужно выполнять не на большое количество повторений, а на качество выполняемых упражнений. Выполняйте по 12 раз в правильной технике и вы хорошо укрепите верхнюю часть хора. Всем хорошего дня. Замечательная, мне кажется, разминка. Просыпаешься стопроцентно, но и укрепляешь все основные группы мышц. У нас прекрасный тренер, поэтому повторяйте вместе с ней. Я уверена, что через неделю вы почувствуете себя не только более спортивными и бодрыми, но и ощутите, что энергия у вас прибавилась. Ну а теперь пора делиться последними новостями. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Банк России может поднять ключевую ставку до 20% и выше, если у него останутся сомнения в замедлении инфляции и в том, что инфляционные ожидания граждан и бизнеса снижаются в достаточной мере. Также в условия увеличения ключевой ставки могут войти дополнительные проинфляционные риски, например, значительное ухудшение внешних условий, падение нашего экспорта или сокращение возможностей получения импорта. Большое внимание в нацпроекте «Экономика данных» уделят региональным IT-решениям. Новый проект придет на смену завершающемуся в этом году нацпроекту «Цифровая экономика». «Экономика данных» предусматривает создание инфраструктуры вычислений и хранения данных с использованием отечественного оборудования, технологии и программного обеспечения, в том числе облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей. Вопросы дальнейшей реконструкции аэропортов Якутии обсуждались на встрече Айсена Николаева с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. Правительство Якутии вышло с предложением о включении в нацпроект семи региональных аэропортов, модернизация которых имеет приоритетное значение. Усть-Куйга, Ленск, Зырянка, Полярный, Маган, Нюрба и Тикси. По итогам встречи глава Росавиации выразил готовность рассмотреть возможность переноса проектных и строительных работ по аэропорту Зырянка в рамках нового нацпроекта. Также принято решение по продолжению реконструкции региональных аэропортов Нюрба и Полярный. Важная новость для пенсионеров. Выплаты в двойном размере сегодня могут получать люди с инвалидностью и бывшие военнослужащие при наличии гражданского стажа. В первую очередь это касается людей с инвалидностью, которые по достижении пенсионного возраста могут рассчитывать и на страховую пенсию по старости, и на государственную пенсию по инвалидности. Кроме того, двойная пенсия может быть назначена бывшим военнослужащим, если у них есть трудовой стаж в гражданских профессиях, помимо выслуги лет. Основной вид выплачиваемой пенсии сегодня – это пенсия по старости, которую получает 81% пенсионеров, и в среднем она составляет 22 418 рублей. На полигоне ДСААФ учат военному делу. Всего подготовку прошли 900 человек, и из них более 700 стали защитниками Отечества. С ходом военно-патриотической подготовки ознакомился председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москва Артур Берлов. Он является одним из инициаторов патриотического проекта «Дорогами Победы», который помогает сохранять и увековечивать память о героях и тружениках Великой Отечественной, а также о участниках боевых действий. Ее маршрут прокладывается по российским регионам, Якутия тоже не стоит в стороне. Сегодня памятные якутские ножи вручили шести участникам СВО, а также курсанты отделения ДСААФ, прошедшие 10-дневную военно-спортивную подготовку, получили сертификаты. Мы здесь работаем уже третий день, и первый день у нас была встреча с правительством, у нас была очень деловая программа, связанная с круглым столом, где мы обсудили проблемы ветеранского движения в масштабе и всероссийском, в масштабе правительства Москвы, в масштабе республики Саха-Якутия. Мы обсудили свои совместные действия, подписали соглашение между нашим республиканским советом ветеранов и городским советом ветеранов города Москва и заложили основы для нашей дальнейшей работы. Это были последние новости к этому часу, но и хочется заметить, что бюджетных мест в вузах становится все меньше, а сложность ИГ растет с каждым годом. И далеко не все родители располагают денежными средствами для оплаты учебы. Тут на помощь выпускникам приходят кредиты на образование. Подробнее об образовательном кредитовании мы сегодня поговорим со Светланой Ноевой, менеджером по продажам Алмаз-Рогенбанка. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Ну, вот вы все видели в американских фильмах, что там раз и кредит на образование, потом нужно отработать. А что это у нас? Как это выглядит? У нас образовательные кредиты, это, ну, стоит понимать, как целевой кредит, предоставляемый банками и финансовыми учреждениями. Она предназначена для студентов и их семьям, которые в данное время не могут оплатить образовательные услуги собственными средствами. Ну, то есть, получается, это вот аналогично кредиту, там, допустим, на приобретение жилья, только там на приобретение машины, ну и так далее. Образовательный кредит, она дается студентам по 3% годовых. То есть, это достаточно льготная ставка, получается, да? Да, и есть льготный период, ну, то есть, оплачивается государством, и ежемесячные платежи у них прям, ну, которые могут себе позволить. Ну, то есть, из расчета доходов также родителей, там, саму СЛИН. Какие основные условия и требования к получению такого кредита? Мы оправляем образовательный кредит от 14 лет. Если ребенок несовершеннолетний, то от него потребуется свидетельство о рождении, договор об оказании образовательных услуг и реквизиты для оплаты из НИЛС. Если студент совершеннолетний, то от него требуется паспорт с НИЛС, ну, и такие же условия, то есть, договор с образовательным учреждением и реквизит для оплаты с указанием точной суммы, ну, потому что студенты, они не получают денежные средства наличными, а отправляют в банк по реквизиту. Ну, то есть, получается, оплата поступает непосредственно учебной организации, да, которая ведет обучение, и оплачивается именно та сумма, которая указана в договоре на данный момент. То есть, если, допустим, договор заключен на платные образовательные услуги на год, да, то есть, соответственно, за этот год. А как вот быть с пятилетним образованием? Тогда нужно попросить расчет на все пять лет? Да, они могут, ну, то есть, сейчас у нас изменения, то есть, они могут один год полностью оформить, один год на весь срок обучения можно, отправляем мы по реквизитам, то есть, по семестрово. То есть, каждый семестр надо будет подходить, ну, подтверждающий то, что он является студентом, а то, мало ли что, они могут отчислиться, да, ну, может, передумают, может, не понравится, поэтому мы отправляем именно по семестрово, чтобы таких, ну, чтобы таких ситуаций не было. Ну, то есть, получается, я подтверждаю, что я продолжаю быть обучающимся, приношу справку, допустим, в обучение, и тогда уходит оплата. Да, верно. А что будет, если я отчислюсь? Ну, этот кредит, он все так же остается, ну, самый образовательный кредит, он оформляется до 15 лет, до 15 лет, что делает ежемесячные платежи, неопределительные для студента и для их семьи. А если он отчислился, то он все равно оплачивает за тот семестр, который у него остался. То есть, он может частично погашать, он досрочное погашение тоже предусмотрено. Так, сразу возникает следующий вопрос. Вот сколько на данный момент уже получили такие кредиты, то есть, уже есть положительный опыт? Нет. Алмазер Генбанк, она, Алмазер Генбанк выдает более 40 образовательных кредитов для студентов в год. А все-таки заемщиком в данном случае выступает, если студент совершеннолетний, сам студент. Да. Тогда вот кредитная история как-то учитывается? Нет, кредитная история не учитывается, дохода тоже не обязательно. Просто так предоставляется для студентов, которые именно на комические поступили, да? То есть, получается, я беру договор, который подписала с ВУЗом, да? Да. Любим, беру свидетель, ну, в данном случае паспорт уже, если совершеннолетний, да? И предоставляю этих документов будет достаточно. Да, это будет достаточно. Какие самые популярные ВУЗы на данный момент выбирают наши студенты? Ну, в основном Северо-Восточный федеральный университет, Дальний Восточный федеральный университет и также университеты в Москве и Санкт-Петербурге. Самые основные, верные. А те, кто идет с 14 лет, есть какая-то статистика? Или тоже примерно в колледже, в ВУЗах? Да, примерно, ну, те же самые там Северо-Восточный федеральный университет и также университеты вот в Москве и Санкт-Петербурге. Ну, получается, следующим образом, то есть на кредит может предпендовать и 14-летний подросток в лице выступающих родителей, да? Да, но оформляется им все равно на ребенка, на ребенка, на студента. Ну, он также представляет договор, получает детство рождения, ну, и выступают там родители, также представляют свои паспорта, подписывают за него, ну, согласен. Так, а получается, старшее поколение, ну, то есть 18-летние уже совершеннолетние представляют еще и справку об обучении, ну, в последующем по семестрам. Да, да, по семестрам. Ну, насколько кредиты стали пользоваться популярностью на данный момент? На данный момент, ну, заявок достаточно много, оформляются, ну, как мы знаем сейчас, образование с каждым годом, ну, становится все недоступнее, потому что там сумма меняется, увеличивается, да, поэтому, да, обращаются на образовательные кредиты, они оформляют, обращаются. Ну, то есть доверие уже появилось и стала более популярна сейчас такая услуга. А есть ли, ну, отказы? Отказы нет, отказов практически нету. Там у нас одобрение получается, там, практически 99%, да, 99%, можно сказать. Отказы редко бывают. В основном, видимо, не в связи с непредоставлением каких-то документов. Давайте еще раз повторим, какие документы должны предоставить? Ага, должны предоставить вот договор с образовательным учреждением, реквизиты, счет для оплаты с указанием точной суммы, паспорт и СНИЛС. А если ребенок несовершеннолетний, то он подходит с родителем, нужны паспорты и также письменные согласия на подписание кредитного договора несовершеннолетнего ребенка. Ага, ну и такой же договор и еще одна. Письменные согласия оформляются в банке или в банке? В банке. В банке у нас есть, ага. Нотариальные копии этих документов делать тоже не надо. Не надо. Вот справка о реквизитах мы берем у ВУЗа, то есть просим ВУЗ предоставить прямо на фирменном бланке. Да, верно. Договор. И отдельную справку, да, о реквизитах и о расчете, получается, сумма, которая должна быть выплачена. Да, верно. Ну, вроде бы все просто. Да, все очень просто. И у нас могут, ну, вообще, если даже вы просто планируете, вы можете проконсультироваться у нас. У нас есть офисы в городе Якутске, ну и в селе, то есть можно обратиться, там контактные телефоны можете на официальном сайте нашим оставить. Ну, то есть вся информация на официальном сайте есть, и дополнительно можно подойти в любой офис. То есть любой офис предоставляет данную услугу, не нужно ехать в главный офис, да, можно подойти на месте. Ну, спасибо большое, очень полезная, я думаю, всем сейчас информация. Дорогие друзья, еще раз напоминаем, что это может решить проблему вашего ребенка, то есть если вдруг, правда, выбор упал на недоступный по финансовым вопросам вуз, но очень хочется получить эту специальность, вы можете обратиться в Алмазский регионный банк и подробно все узнать. Ну, а сегодня 12 августа, совсем немножко осталось до 1 сентября, но сегодня также много интересных дат и событий. Сегодня во многих странах отмечается Всемирный день слонов, посвященный защите этих удивительных животных. Учредить ежегодный праздник слонов в 2011 году предложили два режиссера из Канады, Патрисия Симс и Майкл Кларк. Таким образом, они надеялись привлечь внимание к вопросам сохранения популяции слонов во всем мире. Первый праздник прошел в 2012 году, к нему был приурочен выход документального фильма «Симс и Кларк» о возвращении в естественную среду питания азиатских слонов, которые ранее содержались в неволе. Замечу, что слоны единственные представители отряда хоботовых, доживших до наших дней, поэтому, конечно, их нужно уберечь, что удивительные животные. Ну, а какие сегодня еще важные даты и события, узнаем прямо сейчас. На календаре 12 августа. Сегодня отмечают Международный день молодежи, День военно-воздушных сил России. По народному календарю Силуан и Сила. В это время особое внимание уделяли Ржи. Крестьяне говорили, на Силу и Силуана рожь бывает пьяна, то есть полна зерном и клонится к земле. Считалось, что силы в этот день прибавляются и у людей, и у животных, и у растений. Этот день в истории. 1323. Заключен первый официальный мирный договор между Великим Новгородом и Швецией. Ореховский мир. 1851. Американский портной Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку. 1865. Во время хирургической операции впервые использована карболовая кислота, фенол, для дезинфекции инструмента фи рук хирурга. 1981. Компания IBM выпустила первый персональный компьютер. 2013. На всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных служб. В этот день родились 1681. Витус Беринг, русский мореплаватель, офицер российского флота, полярный исследователь. 1831. Елена Блаватская, русская писательница, религиозный философ, основательница Теосовского общества. 1887. Эрвин Шрёдингер, австрийский физик-теоретик, разработчик квантовой механики, нобелевский лауреат. 1904 год. Родился Алексей Романов, российский цесаревич и великий князь. 1907. Александр Столпер, советский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР. 1944. Николай Калинин, советский дирижер, композитор, профессор, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим и Павел. Ну, каждый день нам приносит что-то новое, интересное, и сегодня не исключение. Смотрите, сколько удивительных событий произошло, и произойдет в вашей жизни непременно. Ну, а прямо сейчас, чтобы события были лучше, мы даем полезные советы. Рассказываем, что такое личное банкротство, кому оно нужно, как его получить, и какие последствия ждут банкротов. На все эти вопросы прямо сейчас ответит в нашей постоянной рубрике «Юрист». Доброе утро! Спишем долги, законно избавим от кредитов, решим проблему с банками. Многие сталкивались с подобной рекламой, которая, безусловно, звучит очень заманчиво, однако под ласкающими слухорекламными лозунгами скрывается не совсем приятное слово «банкротство». Итак, что же это такое, и стоит ли на это идти? Начнем с того, что банкротство бывает судебным и внесудебным. Внесудебное банкротство производится через МФЦ при наличии непогашенных долгов в размере от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Правом на внесудебное банкротство обладают пенсионеры, инвалиды и лица, получающие пособия на детей, при условии, что у данных категорий граждан нет иных источников дохода, кроме пенсии и пособий. А также необходимо отсутствие какого-либо имущества, на которое может быть наложено взыскание. Судебное банкротство производится по заявлению самого должника или по заявлению одного из кредиторов при наличии задолженности свыше 500 тысяч рублей с просочки оплаты более трех месяцев. Помимо списания и прощения долгов, данная процедура таит в себе и отрицательные стороны, которые необходимо знать. Во-первых, банкротство займет много времени, от полугода до трех лет. Во-вторых, как бы парадоксально это не звучало, но чтобы обанкротиться, нужно будет тоже иметь деньги. Данная процедура может обойтись в районе 100 тысяч рублей, а может и больше. Кроме того, нужно понимать, что во время указанной процедуры суд вправе наложить запрет на выезд должника за границу, что является вполне логичным. Банкротство не спасет вас от долгов по алиментам и обязательствам из причинения вреда здоровью. Также нужно будет готовиться к тому, что все ваше имущество будет арестовано и продано на торгах, за исключением единственного жилья, если, конечно, оно у вас не в залоге, потому что заложенный дом или квартира отбирается в любом случае. После завершения банкротства с вас не только списывают долги, но и накладывают дополнительные ограничения. Так гражданин не сможет получить кредит в течение пяти лет, не сможет зарегистрировать ИП в течение одного года, не сможет участвовать в управлении юрлицом в течение трех лет, не сможет повторно объявить себя банкротом в течение пяти лет. Также следует знать, что в законе, названной и случае, когда, несмотря на банкротство, долги с гражданом могут и не списать. Такое бывает в случае, если во время процедуры банкротства гражданин допустил неправомерные действия, что установлено приговором к суда. Например, фиктивно или преднамеренно хотел себя обанкротить. Либо если гражданин предоставил заведомо недостоверные сведения о своем имущественном положении, совершил мошенничество во время банкротства или умышленно уничтожил свое имущество. Наличие данных фактов не позволит гражданину простить его долги. Поэтому, как говорит народная мудрость, не все то золото, что блестит. Взвесьте все за и против. И только потом принимайте решение. До свидания. Еще летний сезон, и так приятно говорить о садоводстве. Садоводство позволяет быть более расслабленным. Находясь на солнце и свежем воздухе, это укрепляет иммунную систему, позволяет быть более продуктивным, создавать позитивные изменения в мире, выращивая растения от семьи до плодоношения. Когда человек находится в саду, у него снижается уровень кортизола, известный как гормон стресса. А самое главное, благодаря садоводству вы делаете мир ярче и прекраснее для себя и всех окружающих. Прямо как наша следующая героиня. Садоводством Татьяна занимается около 20 лет. Посадка цветов для женщины уже стала доброй и красивой традицией. Ведь каждая клумба, посаженная ее руками, наполняет жизнь соседей яркими красками и всем создает хорошее настроение. Настоящий райский уголок, созданный руками скромной женщины, начинается уже с лестничной площадки. Невозможно пройти мимо такой красоты, не задержав взгляд на это чудо. Перед домом все благоухает и буквально утопает в роскоши природного разнообразия. Подивишься трудолюбию хозяйки, ее любви к цветам и декоративным растениям. Свободного места на участке практически не найти. Все засажено. Цветник пестреет и благоухает, напоминая сказочное царство. Есть в саду и бетунии, и бархатцы, и душистый табак. Люблю, чтобы было красиво, чисто, ухоженно, чтобы глаз радовало все это. Душа отдыхает, когда смотришь на эту красоту. Несмотря на то, что на посадку и уход за растениями уходит очень много времени, силы финансов, женщина посвящает своему делу всю свою душу. И делает это абсолютно безвозмездно. Сливает цветы каждый день. Если погода жаркая, смотря по погоде, утром и вечером. Хозяйка помнит все названия своих подопечных, их привычки, куда высадить, когда и как внести удобрения. Разрыхлить почву или лучше не трогать. Семена цветов Татьяна покупает и собирает со своих растений. Рассаду выращивает сама, охотно обменивается или делится экземплярами своего цветника и с другими цветоводами. А также, помимо цветов, сажает и овощи. И делает своими руками разнообразные декоративные фигуры. И у каждой фигуры есть свое имя и своя история. Главный герой сада Татьяны – это манекен Тэхён, которого женщина назвала в честь своего кумира из корейской поп-группы. Острожится от собака по кличке Охранник. Печалит Татьяну лишь то, что некоторые ребята из соседних домов не ценят ее труд. И порой даже пытаются забраться в сад, что-то прихватив с собой. Но и здесь Татьяна нашла выход. Лазят ребятички, все мои поделки снимают с них. Вот стоит охранник. Кого мне посоветовала повесить это объявление, что ведется в виде наблюдения. Но вот я повесила, в этом году поменьше стало. Цветочная красота – дело, конечно, хлопотное, но приносит исключительно удовольствие. Женщина вкладывает всю свою душу, а цветы ей отвечают взаимностью, с благодарностью распахивая свои глаза бутоны. Илана Захарова, Аэлита Махно, Якутск. Ну как и эти замечательные поделки, у которых своя история, удивительные цветы, у которых наверняка уже есть история посадки в том или ином месте, есть и более значимые экспонаты. Конечно, это музейные предметы, это молчаливые свидетели прошлой жизни. Но если попробовать поговорить с экспонатами, то он может поведать какую-нибудь увлекательную историю, иногда охватывающую несколько столетий, иногда даже тысячелетия. И сегодня мы расскажем вам еще одну историю одного очень занимательного экспоната музея. Мы хотели бы рассказать про первый экспонат. Это вот такой вот наконечник. Наконечник – это 19 века. Подарила нам жительница города Тамота, Карамзина Татьяна Гаврилевна. Она 1912 года рождения, потомственный охотник-коленевод. Наконечник ей достался от деда. Дед подарил отцу Татьяне Гаврилевне, и Татьяна Гаврилевна его сохранила и передала в музей. Она прожила 92 года. А вот для чего предназначался? Для охоты. Вставлялась и древка, и для охоты. Ну, в основном, конечно, на медведя. А Татьяна Гаврилевна еще передала еще один экспонат, тоже такой ценный, тоже 19 века, и такая вот пальма. Это тоже оружие. Но у него лезвие, вот видите, какое оно, как нож длинное. И на вот такой вот древке прикрепляется оно перестой. Ну, это тоже для охоты, тоже, скорее всего, на медведя. Это вот специально какой-то чехол, да? Да, для лезвия, чтобы оно не тупилось, скорее всего, так вот они, видите, как приспособили, да? Ну, и вот такая вот сумочка. Ну, это уже, конечно, 20 век. Сумка из бересты, каркас сшит из бересты, а сверху обшит камусом. Камусом и ровдугой. Так как ивенки вели кочевой образ жизни, они с места на место очень часто переезжали, и очень было удобно две сумки на оленя повесить, да, и по обе стороны ему было легко, и, естественно, больше ты мог перевезти вещей, продуктов. Также они застилали, например, тоже берестяной какой-нибудь приспособлением, можно было закрыть, прикрепить, снег не попадал, и дождь не попадал в эту сумку. Ну, естественно, мех тоже не пропускает воду. Вот такие вот экспонаты в нашем музее хранятся. Мы надеемся, что мы еще их сохраним долго. Удивительные экспонаты, но мы спешим поделиться замечательными новостями. Итак, с 10 по 19 августа в Якутии проходят всероссийские соревнования по шашкам Кубок Илдархана. Соревнования пройдут в трех дисциплинах. Русские шашки, русские шашки – быстрая игра, русские шашки – молниеносная игра среди юношей и девушек. Сегодня у нас в гостях Сергей Белошей, международный грастмейстер, чемпион Европы 2012 года, чемпион Кубка Илдархана 2023 года по шашкам и Владимир Иванов, прошу прощения, главный. Судья соревнований, доброе утро. Ну, соревнования уже начались. Что успело за это время пройти? Ну, еще особо как бы два тура сыграно. Первый день только сегодня. Еще два тура пройдет. Потом начнется самое интересное, потому что надо попадать в финал. Соответственно, надо усиливать свою игру. Где-то рисковать. Это так. Ну, какова история вообще и значение Кубка Илдархана для русских шашек в России в целом? Потому что это, конечно, я поняла, крупный турнир. Ну, я немножко вот поправлю вас. Сейчас у нас проводится Кубок России. А, Кубок России. ОПЕН-турнир и Кубок России. А два возраста детей – это какие возрастные категории? Это 2019-2013 года и 2014-2014. Какие результаты мы можем уже знать? Или пока предварительные? Ну, предварительно. Вот сейчас у нас обычно не говорят, что. А, все. Ну, тогда помнижемся. Да, а как проходит отбор вообще для участия? Как он проходил? Каким образом отбирали участников? Ну, Кубок России, как правило, приезжают все, кто победители своих региональных соревнований. Да, и участвуют. А здесь вот уже в финал отбираются лучшие с каждой программы. Блидт, быстрая и классическая программа. И потом все 32 участника сыграют в финальной пульке Кубка Юдархана. Ну, вот чем атмосфера отличается данных категорий шашек от других соревнований? Ну, у нас абсолютная тишина, во-первых. Да, там никто не разговаривает, там все сидят и думают. Три с половиной часа сидеть там сложновато. И у нас, вот как говорит Сергей, у нас вот отличие от Кубка России, у нас есть Кубок Юдархана, там отбирается 32 человека, а потом по олимпийской системе остается 16, потом остается 8. И вот эта восьмерка вся будет награждаться. Лидер, чемпион прошлого года, вот Сергей Балашиев, он сам расскажет. И хороший предыдущий делал. Рассказывайте, когда раз на вас уложить такой. В том году прошел первый турнир, он был просто Кубок Юдархана. В этом году он стал масштабнее, Кубок России и Кубок Юдархана. Ну, в том году удалось выиграть, состав был очень сильный. Ну, в этом году добавилось еще много очень сильных участников. Даже думаю, что этот турнир можно сравнить с самыми такими турнирами по типу чемпионата мира, чемпионата России, по количеству гроссмейстеров. Их здесь 14. Поэтому борьба предстоит, как говорится, нешуточная. И за высокие места борьба будет идти до последнего тура. Ну, то есть мы понимаем, что Кубок Юдархана уже получил свою известность благодаря прошлогодним результатам. И сейчас это достаточно такой значимый турнир, где участвуют уже маститые профессионалы. Ну, так скромно промолчали о наградном фонде. Все-таки победителей что ждет? Победителей ждет с 8 мисс. Все будут награждаться. И сам победитель получит корону серебряную. Ничего себе. Алмазную медаль и 300 тысяч каличкой. Ну, то есть, получается, приз-то очень серьезный. Ну, да, это Вячеславон-то. При соревновании такого класса. Если же так постарался, что вот это популяризация шаши, для шашек популяризация шаши. И по всей России, по всему миру говорят про этот турнир. И все хотят сюда приехать. Даже некоторые хотят сделать на международном уровне. Ну, пока он из Кубок России. Достаточно серьезный состав. Ну, если так будет все продолжаться, то есть вероятность, что он может стать и международным турниром. Было бы, в целом, неплохо. Ну, это хорошая перспектива для республики. Замечательная перспектива для наших юных спортсменов стремиться к новым высотам. Ну, а в рамках соревнований что еще пройдет? Какие мероприятия? В рамках соревнований еще будет шоколадный сеанс, который будет 17-го числа будет. Ага, там будут они играть в альтернативный сеанс. Дети, взрослые могут там участвовать. И могут они играть с игроковыми секторами. И кто выиграл, тот шоколадку кушает. И типа вместо шашек оставляется шоколадки. Ну, интересно. В прошлом году тоже очень интересно такое мероприятие. Ну, и уникальная возможность поиграть в «Гросмейст». Ну, да. Для всех, кто интересуется. Ну, и планирует связать свою жизнь с шахматами. А где можно посмотреть за ходом, получается, турниров? Турнир проще 50 лет победы. Это в связи с спортом. Можете туда проходить, там посмотреть. И открытие у нас будет 13-го. Вернее, завтра. В общем, хорошее открытие будет. Всех приглашаем. Приходите на открытие, на закрытие. Во сколько? Открытие у нас 2 часа будет. А закрытие 5 часов будет. Замечательная такая программа. Очень насыщенная для всех спортсменов и болельщиков. Я так понимаю, что будет еще интернет-трансляция. Да, интернет. Можете смотреть. Интернет-трансляция по социальным сетям будет. Телеграмму можете там посмотреть. Там ведется сейчас уже прямая трансляция. То есть по социальным сетям. Каждый везде уже смотрит. Там уже обсуждения идут. Ну и соответственно, можно вдохновиться для того, чтобы либо детей, либо самим начать. Красиво игрой посмотреть, поанализировать. То есть для тех, кто понимает. И даже поспорить, кто станет победителем. Да, есть такой опрос, кстати. На каком-то сайте я видел, кто будет победителем этого турнира. И варианты. Ну да, там же очень много спорных вопросов, конечно. Все болеют за своих. Сейчас очень много форумов в Телеграмме, где обсуждают турниры победителей и партии. Сейчас очень много информации, где можно посмотреть. В общем, мы поняли, что теперь этот спор стал более популярным. Турнир более значим. Ну а участники практически звездами в соцсетях. Да, да, да. Спасибо, что пришли. Будем ждать информации о том, кто же станет победителем. Да, большое спасибо. Кто угадает в вопросе. Мы желаем успеха. Большое спасибо нашим организаторам и вот нашему Министерству спорта и Вячеславу Анатольевичу, что проводят у нас такое хорошее соревнование. И всех приглашаем на открытие и закрытие соревнования. Хорошо. Дорогие телезрители, не пропустите обязательно. Ну, судя по призам, это что-то очень интересное будет. Ну, а если такие бурные обсуждения с людьми знатоков уже идут, присоединяйтесь к ним непременно. Но мы спешим поделиться и другими последними новостями. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Стали известны популярные у россиян направления для отдыха осенью. 18% сограждан планируют отправиться в отпуск в сентябре. При этом большинство респондентов хотели бы посетить Сочи, Геленджик, Минеральные воды и Калининград. Среди других городов россияне отметили Ярослава-Лесосдаль, Псков и Владимир и Ростов-на-Дону. Главным преимуществом бархатного сезона респонденты назвали отсутствие жары. При этом 52% предпочитают это время для путешествий, поскольку в местах отдыха можно встретить меньше людей. Кстати, они собираются отдыхать в первый осенний месяц. 60% соотечественников, а 22% не определились с планами. До конца года ставка пошлины на срезанные цветы и бутоны увеличится до 20% от таможенной стоимости товара. Постановление правительства об этих изменениях уже вступило в силу. Российский рынок цветов на 83% состоит из заграничной флоры, доля отечественного производителя – лишь 17%. Напомню, что в мае этого года количество покупок в цветочных магазинах России выросло, так что букеты к школе подорожают минимум на 15%. Новую картину знаменитого уличного художника Бэнкси, которая была сделана на спутниковой тарелке, и украли через несколько часов после создания. При этом никто из свидетелей похищения никоим образом не попытался помешать злоумышленникам. За последние несколько дней Бэнкси создал несколько граффити в Британии, которые изображают силуэты животных. Он изобразил пару динозавров, горного козла, который взобрался на здание, и обезьян, которые карабкаются по мосту. С 2025 года для тех, кто успешно сдал нормы ГТО, введут налоговый вычет из НДФЛ. Такую поправку внесли в налоговый кодекс этим летом. От налога освободят 18 тысяч рублей из дохода за прошлый год, то есть при ставке в 13% можно будет вернуть 2340 рублей. Обратиться за вычетом смогут те, кто впервые получил значок ГТО или повторно сдал нормативы. Сейчас значок можно получить уже в 6 лет. Для школьников предусмотрены 6 ступеней, для взрослых – 12. Люди старше 70 лет тоже могут получить значок ГТО. Их выдают не сразу, а раз в квартал, когда центры тестирования организуют торжественное награждение. В спорткомплексе «50 лет победы» собрались сильнейшие шашисты из 22 регионов страны, в том числе именитые игросмейстеры для того, чтобы завоевать титул чемпиона Кубка России, а также стать победителем всероссийского соревнования на призы Илдархана. В двух больших соревнованиях участвует более 220 шашистов, в том числе дети желают показать лучшие результаты в личном зачете. В первый день соревнования было видно, что участники хорошо подготовлены, но все-таки кто в конце чемпионата получит путевку в европейских кубках, станет известно 18 августа. Состав очень сильный. Это Кубок России у нас проводится впервые. Из-за этого Кубка России мы дальше делаем Кубок Илдархана. Отдельные соревнования Кубок России, да, там уже другие призы, а потом из-за этого числа у нас выходит финал 32 участника, потом они по олимпийской системе остаются 16, потом 8, потом 4, потом финал. Кубок Илдархана у нас проводится среди детей тоже, по двум возрастам и опен турнир. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Конечно, оставайтесь с нами. Начинайте каждый день вместе с нами с хорошими новостями, чтобы утро было бодрым, а настроение прекрасным на Якутии 24, НВК Саха. Пусть ваше утро начинается с зарядки, с хороших новостей, а самое главное, с улыбки, которую подарите всем окружающим. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!